Радио Свобода Его постоянно упрекают в том, что он рекордов спортивных не ставит или топ-менеджером не работает. Я считаю, что этот фестиваль, естественно, нужен в ситуации, как Алена даже писала в своей итоговой статье, отсутствие асхаусного проката в этой стране. Единственная возможность посмотреть то, что на большом экране никогда не пойдет ни в Москве, ни тем более в каких-то других городах. А что сегодня происходит на московском фестивале? А, собственно, ничего. Потому что по накатанной плоскости приезжают друзья Никиты Михалкова в количестве одного-двух человек, которые говорят дежурные слова про то, что мы с вами всю Европу и так далее. Но ведь это не значит, что они приезжают не на московский фестиваль, они приезжают на дачу к Михалкову и в гости на прием к президенту статусный. Все. Нету такого понятия московский кинофестиваль. Его ниоткуда взять. Нет аудитории, нет публики, нет дискуссионных столов, которые почему-то проходят не в Центральном кинотеатре, а в Доме кино. Кроме того, мне кажется, что очень важным и существенным отличием этого фестиваля является то, что наконец-то организаторы сумели избежать, во всяком случае я не могу ничего говорить про взаимоотношения с прессой, но в точке зрения взаимоотношений с киносообществом жлобство, присущее предыдущим московским фестивалям, во многом было изжито.